Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Детей оставят без гроша. Кому уйдут миллионы Захарова? Каким-то внебрачным детям не видать имущества известного режиссера. Оно достанется только принцессе Ленкома. Общая стоимость недвижимости, принадлежавшей художественному руководителю театра Ленком, Марку Захарову, оценивается в десятки миллионов. Все имущество, скончавшегося 28 сентября режиссера, предположительно достанется его дочери Александре Захаровой. Как сообщил адвокат Сергей Жорин, Александра – единственная наследница первой очереди. Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то все имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне, пояснил юрист. В наследственную массу входит дорогостоящая недвижимость, квартира на Тверской улице в центре Москвы, дача в районе Куркино и внедорожник Toyota Land Cruiser. Объем денежных средств, накопленных мастером, неизвестен. Марк Захаров руководил Ленкомом на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ – рок-опера «Юнуна и Авось», среди фильмов, постановщиком которых он стал «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «12 стульев» с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok